Следующий вопрос, говорит, имеет ли право отец развести жену своего маленького сына или согласиться на холя от него? То есть, как мы говорили, разрешено или нет маленького ребенка, маленького сына женить, то есть в его очень маленьком возрасте. Говорили, разрешено. То есть, допустим, если две семьи наговариваются и говорят, то есть давайте наших детей женим, пока они еще маленькие, когда вырастут, что? То есть, будут жить супружеской жизнью. Если такое произошло и затем отец решил развести своего маленького сына, то может ли он это сделать? То есть, естественно, без его согласия, так как он маленький, его согласие во внимание не принимается. И также может ли он дать вместо него согласие на холя? Говорит, винахли, дайб, имам, кал, лагу, далек. Некоторые из ученых говорят, что он не имеет на это право. Это мнение Атла ибн Амирабаха, также Катады, имама Ахмада в одном из ревятов от него и имама Малика. Но имам Малик указал на то, что это разрешено только в качестве холла, то есть, если этому отцу передают деньги, то есть, от жены, в качестве выкупа или возмещения. Почему? Превенцы первого мнения сказали, что это разрешено. Сказали, потому что отец является опекуном своего сына, и так же, как он может его женить, так же он может его развести. Второе мнение в этом вопросе, то что отец не имеет на это право. Это мнение имама Шафии, также Абу Ханифы, имама Ахмада в одном из ревятов от него, так же имама Малика в вопросе талах, в вопросе развода. То есть, имам Малик в разводе холла сказал, что это разрешено, а в вопросе талаха сказал, что это не разрешено. Сказали, потому что развод является правом мужчины, то есть, правом мужа. То же самое, что разлука на основании холла. Сказали, потому что это право этого ребенка, и никто не имеет права его от него удалять. То есть сказали, что его жена, этого ребенка, является его правом, и никто вместо него не может лишить его этого права без его согласия. Верным в этом вопросе является мнение первое. Если мы скажем, что в этом есть польза для ребенка, с таким ограничением. То есть если есть в этом польза для ребенка, и отец видит для этого пользу, так то это разрешено. Если же в этом нет никакой пользы и только лишний вред, то это является неразрешенным. Потому что полномочия опекуна заключается в том, чтобы он совершал относительно своего подопечного то, что для него полезно, а не то, что для него вредно. Говорит это мнение шейху Исламу Ибн Тайми, и назвал его верным также шейх Ибн Саймин. Танбей говорит примечание, Говорит, и то же самое касается того, что человек может что сделать, развести жену или принять ее холла за своего маленького раба. Говорит, потому что смысл один и тот же. Что же касается не отца, то есть если, как мы разбирали в этом вопросе, отец делает это за своего маленького сына. А если в нашем вопросе опекуном является не отец, Говорит, то другой опекун, не отец, не имеет права за своего сына, разводить его жену или принимать от нее холла. Говорит, при этом без разницы, то есть каким опекуном он является. Тем, который имеет право на то, чтобы женить этого подопечного или не имеет на это права. Говорит, мы не знаем в этом вопросе никакого разногласия. Значит, что у нас получилось? Если маленький ребенок, маленький мальчик женат на какой-либо женщине, на какой-либо девочке, на такой же девочке, как он, такого же возраста, как он, то может ли он развести за своего маленького сына его вот эту вот жену или принять от нее холла или не может этого сделать. Правильное мнение в этом вопросе, что он может это сделать, то есть если он является отцом, но если в этом есть польза для этого ребенка. Если же опекуном является не отец, а какой-либо другой опекун, то это для него не разрешено. Далее.